В своём предыдущем видеоролике я рассказал о мраморных крабах, бегающих среди камней по пляжам Чёрного моря и периодически попадающихся на глаза отдыхающим. Но есть там и ещё кое-кто из ракообразных, столь же обычный, но намного менее заметный, прежде всего потому, что не выбирается на берег. В этом ролике речь пойдёт о креветках Чёрного моря, а точнее о самом обычном и распространённом виде, называемом стройной или каменной креветкой. Такие нередко встречаются на каменистых пляжах, могут даже садиться на ноги, но всё равно остаются незамеченными. Либо из-за быстрых движений в воде воспринимаются как мелкие рыбки. Для того, чтобы рассмотреть их поближе, необходимо либо погружаться с маской, либо взять сачок, поймать и пересадить в небольшую стеклянную банку. Я пошёл по второму пути и теперь покажу их вам крупным планом. Местные рыбаки могут ловить таких креветок сачками в достаточно больших количествах, используя как в качестве самостоятельного источника пищи, так и в роли приманки для более интересной добычи. Вообще в Чёрном море водится несколько видов креветок. Кроме каменной, достаточно обычно травяная креветка. Она предпочитает заросшие водными растениями участки и обычно держится подальше от пляжей. Остальные виды можно считать значительно более редкими, вряд ли их найдёт тот, кто не ищет специально. Ну а с самым обычным представителем черноморской фауны познакомимся подробнее в данном видеоролике. С точки зрения систематики, наш герой относится к роду Палаймон. Это изначально латинское название сегодня часто используется в качестве русского, позволяя говорить о каменном палимоне. Он же стройный, он же элегантный. Последнее название является прямым переводом видового латинского названия и подчеркивает особое изящество данного существа. Почти прозрачного, покрытого коричневыми полосками на теле и комбинацией голубого с оранжевым на грудных ножках. Прозрачный, словно стеклянный панцирь позволяет детально рассмотреть внутренние органы. Но это когда мы уже увидели животное. В морской воде сидящая где-то на камнях креветка полностью сливается с фоном, пропуская его сквозь себя. А в волнующейся морской воде при взгляде сверху картинка дополнительно размывается и растворяется. Рассмотреть ракообразное без маски для ныряния становится практически невозможно. Название «каменная креветка» получено за предпочитаемый выбор среды обитания. Крупные скопления стройных палимонов часто наблюдаются вблизи скальных мысов и мелководных заливов с каменистым дном. Покрытых зарослями бурые водоросли цистозиры или цистозиры. Сейчас в кадре вы можете видеть креветок как раз на фоне таких водорослей. Думаю их видел каждый отдыхающий, так как подобные бурые плети регулярно выбрасывает на берег по всем пляжам Большого Сочи. В общем любовь к открытым каменистым пространствам четко отличает каменную креветку от травяной. Второго обычного вида также с говорящим названием. По сути своей каменный палимон это морской чистильщик. О том как это работает и чем полезно я уже рассказывал подробно в своем видеоролике посвященном пресноводной креветке вишни и ее содержанию в аквариуме. Если кто не видел, посмотрите по ссылке в описании. А основная суть в том, что креветки собирают и отправляют в рот всю отмирающую органику. Впрочем по сравнению с вишнями каменные палимоны настоящие гиганты. Взрослые самки иногда достигают 7 сантиметров в длину, хотя обычно все же поменьше, в районе 4-5. Самцы заметно меньше самок. Кроме размеров, самки легко выделяются по расширенному хвосту, предназначенному для вынашивания икринок. А еще сквозь прозрачное тело у них можно рассмотреть так называемое седло, область яичников. Подробнее об этом я также рассказывал в ролике про вишневых креветок. Для любителей морских аквариумов этот представитель нашей отечественной фауны сможет стать как мирным полезным чистильщиком, так и удивительно красивым питомцем, способным переливаться всеми цветами радуги под цветными лампами. Корректируя качество освещения, их можно заставить выглядеть совершенно по-разному. Причем каменный палимон достаточно неприхотлив к изменениям солености воды, что позволяет успешно вписываться в разные системы. Кормить при этом можно обычными аквариумными кормами вроде мотыля и трубочника и масса и других вариантов органики. Вообще все, что не успели съесть рыбки, будет подбираться и доедаться креветками. Половозрелыми палимоны становятся в возрасте около одного года. После оплатотворения внутри тела самки развивается икра, легко различимая снаружи и сквозь прозрачный панцирь. Когда подходит время, самка откладывает до двух сотен икринок, приклеивая их к своим брюшным ножкам и продолжает вынашивать под брюшком, обеспечивая как защиту, так и постоянный приток растворенного в воде кислорода. В зависимости от температуры воды, созревание икринок длится от двух до четырех недель. Вылупившиеся личинки также некоторое время держатся под брюшком матери, прежде чем отправятся в самостоятельную жизнь. В интернете среди советов аквариумистов можно обнаружить информацию о том, что каменных палимонов не рекомендуют держать самыми мелкими рыбками, так как рыбки рискуют стать пищей для ракообразных. Я не уверен, насколько это обоснованное опасение. Судя по моим личным наблюдениям, креветки пасутся на камнях, как коровы, и могут поймать только попавшихся на пути медлительных беспозвоночных. А на активно плавающих рыбок, независимо от размера, нападать не станут. Хотя, безусловно, они попытаются съесть трупик погибшей рыбки. Если вы лично сталкивались с более агрессивным поведением, пишите в комментариях. В любом случае, очевидно обратное. Для крупных рыбок креветки наверняка станут отличной закуской. Поэтому для их безопасности соседями должны становиться только небольшие обитатели. Еще по своим наблюдениям могу сказать, что при признаках явного недостатка растворенного в воде кислорода, или при слишком высокой температуре, креветки пытаются активно выпрыгивать из воды, подлетая порой сантиметров на 10. Из чего следует, что, во-первых, аквариум обязательно следует закрывать крышкой, а во-вторых, внимательно следить за таким поведением, как за явным признаком ухудшения условий обитания, когда нужно срочно что-то сделать. Вероятнее всего, включить аэратор помощнее. Если получится рассмотреть крупным планом рострум креветки, можно увидеть на верхнем крае довольно крупные направленные вперед зубчики. Помимо эффектного внешнего вида, они помогают ученым получить еще один простой определительный признак. Среди трех креветок из рода Палаймон, живущих в Черном море, у каменной сразу три или реже два таких зубца, расположенные позади глазной орбиты, а общее количество в ряд по средней линии доходит до девяти. У травяной креветки за глаза заходит только один из пяти-шести зубцов, а у значительно более редкой пильчатой креветки два из, как правило, семи. Помимо Черного и Азовского морей, каменная креветка довольно широко распространена от юго-западной Норвегии до Западной Африки и по всему Средиземному морю. В Каспийское море была вселена с кефалью еще в начале 30-х годов 20 века, где в итоге успешно прижилась. Была также подселена в Аральское море, в остатках которого, вероятно, тоже может встречаться и сегодня. Есть сведения и о том, что недавно стало часто фиксироваться в Балтийском море, постепенно осваивая новые места обитания. В общем, эта элегантная, стройная каменная креветка, безусловно, заслуживает внимания как успешный, яркий житель отечественных морских вод. В наши дни усиление антропогенной нагрузки на Черное море вызывает множество негативных изменений в экосистемах и приводит к значительному уменьшению видового разнообразия, а также к снижению численностей местных видов и их перемешиванию со случайно завезенными на корпусах судов. В этих сложных условиях каменная креветка продолжает оставаться достаточно обычным обитателем, попадающимся даже на культурных пляжах. Возможно, вы не раз сталкивались с ними, но не могли различить шустрое полупрозрачное тело в волнующейся воде. И, возможно, благодаря этому видео в следующий раз вы узнаете юрких ракообразных. Но прежде чем строить планы на новый морской отдых, не забудьте поставить лайк в поддержку данного видеоролика. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики про интересных животных и не только. Спасибо за внимание, добра и удачи, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok